Так, ну что, друзья, привет! Продолжаю проходить основную сюжетку, остановились в прошлой серии, на том, что мы будем готовы к засаде Дамьену, сообщаем. Мои люди готовы! Скажи только слово! Ждать не стоит. Мы поедем пораньше, займем позиции. А ты с повозкой присоединишься к нам позднее. Хорошо. Когда начнется обмен, ждите моего сигнала. Посмотрим, что же за воротом вино решили спиздить. То есть чуваков не будет смущать, смущать чувак белого волоса, и которых пиздец как-то мало. И с мячами огромными за спиной. Чисто так тень сомнений накинулась, да? Вот бы они какие-то типичные. Чё ты ганза? А вот и винокор. Хорош, Дамьен. Прикрыл красавчик. Чё, будем взяли пить, нет? Мне так, мне кажется, сейчас не будет касс-сцены. Лови. Оу, вау. Опробуем мячик мой. Хороший мяч. И критые хорошие. Ну что ты, тварь, блядь. Так. Ну что, паскуда? Отрезайте ему дорогу. Бужайтесь. Нормально. Клин. Кажется, ты должен был ждать моего знака. Таков был план, но... Прекрасный выстрел. Хорошо, что ты среагировал. Всякое могло быть. К твоим услугам. Хороший был бой. Мы схватили одного мерзавца. Пойдём, поговорим с ним. Ведьмак, вот ещё что. Я ошибался насчёт тебя. Я не давал тебе повода мне доверять. Важно, чтобы... Давай, я не давал тебя на... Да, у тебя не было причины мне доверять. Но в этом есть и моя вина. Это правда. Ты не самый приятный из людей. Во всяком случае, я вижу, что ты хочешь помочь. И ценю это. Настоящий мужик взял, признал, блядь, свою ошибку. Вот это по-мужски. Она ждёт за левку. Карифан, короче, мой теперь. Почему я не удивлён, что она решила наблюдать за всем лично? Хозяйский глаз коня кормит ведьмак. Вижу, и ты начинаешь это понимать. Приведите этого вашего пленного. Надо задать ему несколько вопросов. Капитан, окажите честь. Кто вас послал? Зовут его пёс. И говорят, что он твою мать ебал. Ещё раз. Кто вас послал? Твоей бабы, любовник. Зовут... Подожди. Не хочет. Пусть не говорит. Он поможет нам иначе. Ведьмаку наверняка нужна приманка для бестии из Баклера. Это... Как же это? Разумеется, он мне пригодится. В таком случае, он твой. Капитан, пусть твои люди найдут крепкую верёвку, чтоб не порвалась, когда мы подвесим его на дереве. Верёвку? Отличная выйдет приманка для чудовищ, если они почувствуют запах крови. Но уж об этом я позабочусь. Что? Нет! Сука, нет! Остановите его! Не дёргайся. Береги силы. Тебе предстоит долгая ночь. Нет! Остановите его! Я всё скажу! Куда вы должны были отвезти эти бочки? Не знаю. Капитан, нам всё-таки понадобится верёвка. Правда, не знаю. Это хорниц главный. Только он и знал, куда нам ехать. А теперь он мёртвый лежит. Вот он. Первую бочку мы отвезли на портовый склад. А куда везти эту, я не знаю. Правда. Умоляю вас, поверьте мне. Кто тебя нанял? Он. Он меня убьёт. Я тебя должен больше беспокоить. Что за он? Ну быстро! Говори! Зовут Центриец. Я его никогда не видел. Но знаю, что это он нанимал людей для дела. Так и говорили. Мол, мы работаем на Центрица. Больше не знаю. Клянусь. Возьмите его. И заприте в подземелье. Пускай ждёт суда. Капитан, едем в город. Собери людей и поищи этого Центрица. Наверняка его ещё кто-то видел. Так точно, Ваша милость. Как только я что-нибудь узнаю, я явлюсь во дворец. Я не возвращаюсь во дворец. Наша с Ведьмаком миссия ещё не окончена. Мы будем ждать тебя на посту возле порта. Поправляемся в город. Какой один длинный нескончаемый квест. Если бы я это снимал бы. 51 уровень. Да, левел сыпется, конечно, заявить. Опаздывает. Спокойно, он придёт. Полторы тысячи опыта, либо. Мне вот что интересно, Ведьмак. Как ты можешь быть так нечеловечески спокойным? Как у тебя может быть такая... Это побочный эффект мутации. Попка нормальная. Ведьмаки редко нервничают. А вдруг с ним что-то случилось? Думаю, капитан сумеет о себе позаботиться. Может и сумеет. Только этот Центриец не простой головорез. Ему удалось выкрасть княжеское вино из-под носа у моих гвардейцев. Если бы не случайность, мы бы никогда об этом не узнали. И это он назначал жертв вампиру. Нужна отчаянная самоуверенность, чтобы шантажировать такое чудовище. Мы не знаем, стоит ли Центриец за похищением и шантажом. Он мог заниматься только кражей вина. Даже если так, он продавал вино шантажистам. Как по мне, это вполне делает его соучастником. Неважно, Центриец приказал совершить эти убийства или нет, мы должны его найти. Даже если это не его рук дело, он может знать имя шантажиста. Кроме того, есть еще один вопрос, столь же важный, как и то, кто заказал убийство. Зачем? Кто-то идет. Что так долго? Ты должен был вернуться несколько часов назад. Центриец работает не один. Мы боремся не с ним, а с целой бандой. Он подослал к нам своих головорезов. У одного гвардейца сломана рука, у другого раздроблено колено. Он останется хромым. А за твою голову, ведьмак, он, кажется, назначил немалую награду. Не в первый раз на меня охотятся. Да уж, могу представить. Мы проверили, кто снял портовый склад, куда раньше свозили вино. Нанимателем нищий, подставное лицо. Мы нашли его и расспросили. Того, кто заплатил за аренду склада, он встретил, когда просил милостыню у Фазанерии. Там нам помог случай. Официантка вспомнила, что пролила вино на дворянина, который говорил с центрийским акцентом. И как он выглядел? Описание не слишком приметное. Красивый мужчина, с бородой. Это мог быть кто угодно. Но она вспомнила, кем была его спутница. Центриец встречался с Сесилией Биланте. С певицей? Я слышала о ней. Говорят, она очень талантлива. С ней самой. Мы сейчас же отправились к ней домой. Сесилии не было, но мы допросили ее прислугу. Горничная сказала, что Сесилия сегодня вечером встречается с центрийским дворянином. Она пригласила его на прием в Мандрагоре. Что еще за Мандрагоре? Клуб. Там собираются люди искусства. Художники, трубадуры, танцовщики. Никогда не слышал. Они создают вокруг Мандрагоры атмосферу ложи для избранных. То и дело устраивают приемы, на которые приглашают только богатых меценатов. Надевают карнавальные маски, а потом пьют и флируют. Ой, блядь, опять карнавал. Мы так и сделаем. Мы, ваша милость. Я и Геральт. Я пойду с Ведьмаком. Ему пригодится моя помощь. Где состоится прием? Встречи Мандрагоры проходят в одном и том же месте. В резиденции в Верхнем городе. Это очень элитарный район. Геральт, надень что-нибудь соответствующее. Встречаемся в Верхнем городе в переулке рыцарей Наживы. Не люблю приемы. Так же, как и Геральт. Надеть костюм, который сочтет на всякие удачи. Только бы вам не было найти. Так, продавец красок. Чё? Кэш. Чё? Морду ёж. Блядь, я всё боюсь. Сутенёр. Проститутка. Пьяный. Так. Да, я как-то нечаянно забегал и увидел, что там продаётся. Короче, эти... Блядь, мне из головы валить его. Короче, продаются эти наряды всё для, блядь, пышных приёмов. Почему-то здесь лид-гвардеец теперь. Он тут был. А вот он. Пья. Северный. Да, я с ним гвинтху я его... Ну ладно. Здесь мне денег-то хватит. Вот. 300 требуется. Баклерский дублятый гаундный, хочу. Ньюгарский штаны, баклерский штаны, ньюгарский тухи, баклерский сапари, орликина, птиц и волка. Но у меня есть маска, кстати. Короля фолькеста. Типащик вашим услугам. Так, теперь мне надо надеть, да, костюм. Так. Сапогильган. Печатки можно сняли. Маску надену. О, прикольно, кстати, могу маску и тес хомутно надеть, но она не очень. Короля все-таки. Тизжи. Женщина в капюшоне. Это Брукса, 100%. У нее даже глаза красные, как у Брукса была, которая напала на меня, когда я искал эти... Красивые мелодии. Доспехи. Гроссмейстерские. Это точно-точно такой же NPC. Это по-любому. За скандал нахажут плеткой. Режиналь Део Бре возвращается. Не пропустите. Покупайте билеты. Не так страшен, ведьма. Как его... Опаздывает. Почему меня это не удивляет? А чики-пикать я ее смогу? Ангенриет. Чехан-похан обеспечен, будет? Все-таки в ланчике пикинг королева была бы надбать. Куда не придешь еще? Чем там случится, с ней нападет на меня. Пришла. Слушай, могла одеться по-симпатич. Не думала, что у тебя такое чувство стиля. Пиздатая. Ну, Геральт. Ты правда неплохо выглядишь. Даже маска есть. Только не такая, как надо. Да. У членов Мандрагоры они немного другие. Я захватила для тебя маску. Надевай. Да, блядь. Хуйта. Та, а не маска. Ты молодец, что убрал оружие. Иначе нас бы даже на пороге упустили. Да я шарю уже, я уже, блядь, не первый раз на приемах. Ты как бы смотри, ведьмак-то у меня в это... Аристократичный пацан. Это беде. Не книжный Геральт, блядь. Который в навозе спит на... С пятью кронами в кармане. Есть мысли, как искать этого центрийца. Главное его не спугнуть. Лучше спрашивать про его партнершу, Сесилию. Это не вызовет подозрения. Найдем ее, найдем и его. Ты... Ты прав. Мы должны быть осторожны. Пойдем. Наша очередь. Милостивая государыня, милостивый государь, приветствую вас на приеме Мандрагоры. Сегодняшним вечером вашему особому вниманию рекомендую зрелище, подготовленное артистами из нашего общества. Нам бы очень хотелось встретить Сесилию Беланты. Вы ее поклонники? Уверен, вам представится сегодня не одна возможность с ней поговорить. В этой толпе будет непросто ее найти. Может, подскажете, где ее искать? Я не знаю, где она сейчас, но дам вам совет. Мы слушаем. Ищите коверскую орхидею. То есть? У Сесилии она вплетена в волосы. По этой орхидеи вы узнаете ее без труда. Ну и ну. А Лютик говорит, что художники еле сводят концы с концами. Этот особняк не принадлежит никому из них. Они здесь гости. Хозяйка особняка Ариана. Женщина в черном платье. Вон, на балконе. Вижу. Она без маски? Это не имело бы смысла. Все равно все бы ее узнали. Надо искать орхидею. Найдем Сесилию. Найдем и Центрица. Давай, герой. Покажи, какой из тебя художник. Бросай в холст шарик из краски. Дамы и господа. Еще одна душа желает излиться в творчестве. Парадигмы, херодигмы, снидальные спусты. Стиши. Художник должен сосредоточиться. Кажется, я понял. Это в Сан-Стрефу. Плебил. Это же не пейзаж. Это манифестация души художника. Синяя клякса. О, фиолет. Благородный цвет. Чудесно. Как небо над Тусентом перед Булем. Желтый? Почему желтый? Это же очевидно. Это наичистейшее воплощение стран Грессии. Что за зелень? Ой, яркая, как миноградная лоза. За винодельник. И за вино. Что ты там видишь, блядь, олень? Так, желтый, ну вот здесь что-то будет. Вуаля! Теперь позвольте мне поразмыслить над интерпретацией. По-моему, нет. Эта картина отражает дуализм души. Постоянную борьбу добра со злом и бунт. В этом ты прав. О да. В этом он весь. Борьба добра со злом. Дуализм человека. И бунт. Мне кажется, вы великий художник. Абсент. Напиток художников. Осторожно. Он сильно ударяет вверх. Я устойчив к таким вещам. Скупал. Будьте осторожны. Ля-ля, тополя. А претенциозный? Все, что угодно могли сказать. Но претенциозный. Исключительно. Хотела бы я с ним познакомиться. Ооо. Хм-хм. М-м-м. Не мешайте! Не мешайте! Ага. Цветок подходит. Разумеется, подходит. Орхидея прекрасно оттеняет цвет кожи. У нас дело к вашей модели. Это займет всего минуту. Ко мне? Не двигайтесь! Можете разговаривать, но прошу, не двигайтесь! Мы пришли сюда, чтобы встретиться с вами. С... со мной? Но зачем? Расскажите о центрийском дворянине, с которым вы сюда пришли. Центрийском дворянине? А-а-а. Вы думаете, я Сесилия? Меня, должно быть, сбила с толку Орхидея. Я же говорил, не двигайтесь! После выступления Сесилия бросила цветок в толпу, и я его поймала. Но я видела этого дворянина. Нам очень нужно с ним поговорить. Как он выглядел? Как все. Высокий брюнет в маске. Вы знаете, где он сейчас? Он вручил Сесилии подарок, такую коробочку в форме сердца. И потом они пошли к столам с угощением. Милостивые господа, так невозможно работать! Как же понятно. Пойдем. Мне ужасно скучно. Посмотри на мага. Он, кажется, накладывает какие-то чары. Да, сейчас посмотрим. Вот он перейдет. Лев, хозяин. Но если они не смогут договориться, им придется перенес в деревню. И кончится всякий столовик. И обранный. Ага. Любовное письмо на салфетке. Взгляни. Нужно освободиться отаков в форме. Переступить границы познания. Что за графомания? А, прелестно. Доза физштаха. Как люди искусства подслащают себе горечь существования. Доза физштаха. Как люди искусства подслащают себе горечь существования. Пустая коробочка в форме сердца. Должно быть, ее здесь оставилось и синего. Похоже на коробку отдыха. Кто-то оставил Людмин. Она похожа на ту, что у Лютика. Его было скрещено. Кто-то когда-то его этой Людмей положил. Сердце не вмещает такой носа. Смотри, фонарик. Кажется, их полет приносит счастье. А если он не придет? Придет обязательно. Не волнуйся. Ммм. Мне жаль. Вход только для членов Мандрагоры. Пойдем. Что-нибудь придумаем. Так мы члены. Я... Я везде узнаю этот голос. Вы, должно быть, перепутали меня с кем-то. Я 15 лет служил во дворце. Ваша милость, я вас ни с кем не перепутаю. Не так громко. Мы здесь инкогнито. Это дело государственной важности. Ну ты спалила нахуй все. Так точно. Чем я могу вам служить? Мы же можем рассчитывать на твою сознательность. Разумеется. Буду нем как могила. Мы ищем Сесилию Биланты. Не видел ее? Она в гримёрной. Пришла в компанию какого-то дворянина. У них явно... Что-то между ними явно было. Как он выглядел? Высокий. Широк в плечах. Из-под маски была видна черная борода. Говорил с иноземным акцентом. Ну вот так растягивал. Это наверняка он. Нам нужно в ее гримёрную. Как можно скорее. Так точно. Я вас отведу. Оставайся здесь. А если кто-то попытается бежать, задержи его. Так точно. Быстро. Наверх. Ну так ёпт твою мать отходи. Труп. Это... Это видимо Сесилия. Пульса нет. Мы опоздали. Он... Перерезал ей горло. Животное. Через дверь он не выходил. Стражник бы его заметил. Возможно, он ещё здесь. Найди его, пока он не причинил вреда кому-то ещё. Я сейчас же уведомлю Ариану. Пусть закончит приём. Нам нельзя разделяться. Геральт, я справлюсь. Беги за преступником, а я приведу помощь. Он убил её и вышел на балкон. Вижу сундучок. Ловко. Выбил дверь и сделал из неё помост. Он сильный. Открывая дверь, разбил горшок. Затем наступил в землю. Он забрался по этой лесенке. Что за ловкач? Осторожно. Он может быть совсем рядом. Разбитое зеркало. Кто-то влетел в него, а затем упал на пол. Сундучки, конечно, загорнута. Звенья разорванной цепочки. Наверное, на ней висела драгоценность. Шкатулка с выломанным замком. Похоже, её вскрыли отмычкой. Похоже, вещь ценная. Но он пришёл не за этим. Короче, явно следы боя, я уже понял. Закрыты ключа, нет. А, в окно уебанул, да? На раме следы крови. Кто-то выпал из окна? Ну, если с окно-то целое... Светильник пугнут и вымазан в крови. Кто-то пытался за него схватиться? Пустая чернильница. Её сбросили, и она упала в сторону комнаты. Наверное, вор пришёл за этим камнем. На нём кровавый отпечаток пальца. Рядом лежат звенья цепочки. Как от разорванного ожерелья. Видимо, завязалась драка. Интрустированный охотничий нож. Должно быть, его выронили во время схватки. Кажется, драгоценность была в шкатулке. Центрит собирался её взять. Но кто-то ему помешал. Завязалась схватка, и в итоге кто-то выпал из окна. Он должен был разбиться. Драгоценность всё ещё здесь. Значит, этим кем-то был сам Центрит. Это же Ариана из трейлера «Кофе-Вино», она же вампир тоже. Собирает не тех мужчин. Но я подумать не могла, что она приведёт сюда убийцу. Голос, конечно, не очень. В трейлере она поёт очень красиво. Я скажу, что слонику сейчас займутся её телом. А она Брукса оказалась. Может, давайте присядем, и я расскажу вам всё в подробности. Ну, или тоже Высший вампир. А тут у неё голос, блядь, как у мужика. Как будто она курит, блядь, всю жизнь. Бухает на морозе. Ну и ещё хуй, знаешь, что делать. Выпал его за кражей. Он рылся в моих вещах, выискивая ценности. И что? Ты вызвала стражу? Нет. У меня не было времени. Он же мог сбежать. Он как раз стоял ко мне спиной, так что я напала сама. Он ударился головой о раму картины. У него хлынула кровь, он был в бешенстве. Вытащил нож. А потом всё пронеслось, как в тумане. Я сумела выбить в него нож, оттолкнула его, а он... Выпал из окна. Именно так. Неразумно вступать в схватку с вооружённым преступником. Потому что я дама. И ношу платья, не доспехи. Я умею о себе позаботиться. Шпилька для волос, может, и выглядит как украшение. Но если её вогнать в глаз, она убивает не хуже меча. Значит, когда вы вошли в комнату, этот человек воровал ваши вещи. Он стоял над моим туалетным столиком и разглядывал украшения. Угу. Он пришёл за этой вещицей. Я нашёл её здесь же. Но это же сердце Тусэнта. Ариана, откуда оно у тебя? Я купила его много лет назад. У какой-то молодой женщины. Почему это украшение так важно? Сердце годами принадлежало моей семье. Потом оно пропало. Вот уж не думала, что оно найдётся. Похоже, кто-то очень хотел его найти. Вор оставил сумку с инструментами, а внутри был этот рисунок. Взгляните. Сердце Тусэнта очень точно нарисовано. Центрит сработал на заказ. И отлично знал, что ищет. То есть... То есть мы ищем не его, а его заказчика? Это наша единственная улика? Есть ещё оружие, с которым он напал на Ариану. Охотничий нож для свежевания дичи. На рукояти какой-то герб. Это родовой герб Дунтыны. Хозяин этого замка страстный охотник. Может быть, пойдём по этому следу? Дунтыны. Я помню это место. Несколько лет назад оно было заброшено. Не так давно туда вернулся последний наследник рода Родерик. Поселился там и восстановил замок. Ты знаешь что-нибудь ещё об этом Родерике? Его дедушка был советником королевы Адемарты. За службу его семья получила эти земли. Родерик нелюдим. Избегает людей удовольствуется компанией нескольких рыцарей из дружины. И если только их можно назвать рыцарями. Это разбойники с гербами на щитах. Ариана, надеюсь, что всё, что здесь было сказано, вы сохраните втайне. Если станет известно, что кража закончилась неудачей, то заказчик может от нас уйти. Так что надо действовать осторожно. Молчание важно для всех нас. Я не спрашиваю о ваших делах, но надеюсь, что и меня больше никто не будет беспокоить. Прошу меня простить. Госпожа Ариана, можно вас на два слова? Простите, я на минуту. Что ты думаешь об этой Ариане? На свете мало людей. В чём присутствии я ощущаю беспокойство. Но рядом с ней мне становится не по себе. Потому что она вампир, блядь. Рисунок сделан на той же бумаге, на которой написаны имена жертв вампира. А его нарисовали теми же чернилами. Похоже, это работа наших шантажистов. Значит, они заставили бестию убивать. А кроме того, украли Сангриаль и попытались добыть сердце Тусента. И виной драгоценность напрямую связаны с тобой. Что-то мне не верится, что это случайность. Я бы сказал, что следующей частью плана может стать покушение на твою жизнь. Это может быть кое-что другое. Среди заговорщиков может быть моя сестра, Сиана. Её отлучили от двора, когда мы были ещё детьми. Мои родители её изгнали. С тех пор я её не видела. Почему твою сестру изгнали? Сиана была... проклята. Твои родители столкнулись с чародеем? Нет. Она родилась в дурной час. Говорили, её коснулось проклятия чёрного солнца. Геральт, скажи, это правда? Люди могут быть злыми только потому, что родились не в ту лунную фазу. Случаи с чёрным солнцем возможны. А может, всё потому, что к ним с самого рождения относятся как к прокажённым. Наверное, ей было нелегко. Она... Она была зла на весь свет. Чувствовала себя хуже других, но скрывала это под маской самоуверенности и наглости. Она... Бывала жестокой. Помню один такой случай. Она внушила Сидрику де Кульберу, что во сне она может предвидеть будущее. Мы были ещё детьми, а брат Сидрика был в меня влюблён. Это было невинное детское увлечение. Сиана об этом знала. Она сказала Сидрику, будто ей приснилось, что он погибнет от рук собственного брата. Сидрик стащил у отца меч и зарубил брата. Она загубила этой шуткой две жизни. Сидрик не простил себя по сей день. В конце концов, ей пришлось покинуть дворец много лет назад. И всё это время я тосковала по ней. Почему ты думаешь, что твоя сестра замешана в этом? Понимаешь? Она всегда была собственницей. Она всегда завидовала, если у меня было что-то, чего она не получила. Я думал, так всегда бывает между сёстрами. Верно. Я ведь тоже в долгу не оставалась. Иногда мне очень её не хватает. Кража моего вина была первой уликой. Это очень в её стиле. Она любила утереть мне нос. И я окончательно убедилась после сердца Тусента. Она получила его в подарок от отца. В те времена, когда родители считали, что она просто непослушная девочка. Если кто-то захотел сначала получить моё вино, а после украсть фамильную драгоценность, то это, скорее всего, была моя сестра. Причудливое желание опальной княжны. Похоже на правду. Твоя миссия обретает новое значение. Отправляйся в Дунтыны, и если Сиана всё ещё там, найди её. Несмотря на то, что она сделала, волос не должен упасть с её головы. И ты позаботишься об этом. Если она там, я найду её. Очень на это надеюсь. Я хочу с ней поговорить, как сестра сестру. Ваша милость, Геральт. Я хотела вам представить... Регис, какой сюрприз? Я не знала, что ты в Баклере. Детлов пришёл. Ебать! Хо-хо! Мой близкий друг, Детлов Вандер Эритайн. Он прибыл из Нозаира. Мы вместе помогаем присутствующему здесь Ведьмаку. Ах, вот... Ебать, Геральт в ахуе просто. Вот это поворот. У Арианы. Ариана тоже вампир, сука. Я не знала, когда решив устроить сюрприз. Я пригласила Региса на бокал вина. Мы знакомы. Очень-очень давно. Угу. Сотни лет примерно. Кажется, вы двое тоже старые знакомые и даже друзья. Я вижу, ты удивлена. Никогда не допустила бы мысли, что Регис найдёт общий язык с Ведьмаком. Не дай себя обмануть, дорогая. Геральт истинный кладезь достоинств. Только он скрывает их от мира. Ммм. Помнится, вы говорили, что помогаете ему с заказом. Подозревая, что речь идёт о бестии. Мастер-Ведьмак, может, вы развеете мое любопытство? Каково это, стоять лицом к лицу с чудовищем, когда есть только два выхода? Убить или быть убитым? Я вовсе не на каждое чудовище бросаюсь с мечом. С некоторыми достаточно просто поговорить. Интересно, что такой монстр захотел бы тебе сказать. Может, попросил бы прощения? За что же монстру просить прощения у ведьмака? За то, что убивал. Однако порой у монстров нет выбора. Особенно, если надо защищать близких. Ну, можно согласиться. С людьми всё то же самое. Иногда ты вынужден убивать. Ты это понимаешь? Наверное, поэтому ты друг Региса. Если я правильно тебя понимаю, ты бы предпочел помочь чудовищу, а не убивать его. Да, я расколдовал Вихта, например. Я бы попытался. Довольно разговоров о ведьмачьем ремесле. Регис упоминал, что ты родом из Нозаира. Я была там в детстве. У вас приятные воспоминания? Великолепные. Я помню, я была в восторге от местной моды. Больше всего мне нравились эти платья с глубокими разрезами. Похоже, у нас кончается вино. Я пошлю в погреб за новой бутылкой. Позвольте, я схожу. Регис, ты мне поможешь? Ты разбираешься в винах гораздо лучше меня. Сейчас вернемся. Регис, какого хуя? Веседа ты не находишь? Вампиры, ведьмак и княгиня Тусента. Весьма, Регис, весьма невероятная. Надо поговорить. Ты с ума сошел? Ты привел сюда Детлофа. Геральт, позволь, я тебе объясню. Это я тебе сейчас объясню. Он опасен, а ты взялся за ним следить. Дорогой мой, именно это я и делаю. Детлоф верит, что ты выполнишь задание и никого больше не убьет. По крайней мере, пока в его руки не попадут люди, похитившие Рену. Это Риана. Она правда твоя подруга? Ей можно... Да она вампир, сука! Полюбесу, ну, блядь, это она. Еще до знакомства с тобой и до того, как она села в Баклере. Я ее много лет... Ты про столько годов говоришь, а она выглядит на 25 лет, блядь. Я тебе про нее расскажу. Но... Блядь, какое охуенное дополнение! Просто я в охуе сижу, как фильм смотрю, реально, блядь, вот... Слушай меня внимательно. Мне удалось узнать, где шантажисты. Они сидят в замке Дунтынны. Замечательно. Если они там, то и Рена там же. Княгиня подозревает, что в этом деле замешана ее давно пропавшая сестра. Возможно, она связана с шантажистами. То есть теперь ты должен вытащить оттуда двух девушек? Именно поэтому нельзя рассказывать об этом Детлофу. Он жаждет мести. Геральт, поверь мне, я могу на него... Нет, Регис, мы не можем рисковать. Задержи Детлофа, а я отправлюсь в Дунтынны. Один? Один. Потому что тогда я буду уверен, что ни с кем ничего не случится. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Ладно. Я займусь Детлофом. Удачи, мой друг. Чудесно, Детлоф. Я рада, что ты напомнил мне об этом. О, а вот и вы. Долго же выходили. Выбор вина вовсе не такая легкая вещь, как кажется. Особенно если пить его предстоит столь известным дамам. Регис, как всегда, галантен. Тем более я сожалею, что не допью с вами эту бутылку. Обязанности зовут. Ваша милость. Было очень приятно. Благодарю за помощь. Она неоценима. Геральт, ты меня проводишь? Должна признать, у тебя необычные друзья. Это Детлоф. Весьма загадочный человек. Я не очень хорошо его знаю. Он рассказывал о себе? Немного. Но я чувствую, каковы люди на самом деле. Иначе я не выжила бы при дворе и неделе. И какой он? Чувствительный, грустный. Носит в себе какую-то трагедию. Но это хороший человек, только потерянный. Потому и кажется таким мрачным. Не ожидал, что сегодняшний вечер закончится вот так. Это правда. Но я вытащила тебя не на романтическую прогулку. Я хотела убедиться, что ты знаешь, что тебе делать. Знаю. Я отправляюсь в Дунтыны. Тебе помогут мои гвардейцы. Они будут ждать тебя на мельнице графа Делла Круа. Это на реке Санс-Ретур. Недалеко от Корчмы Куралиск. Дамьен и его люди будут ждать тебя в полночь. Вместе вы атакуете замок. Бля, охуенно. Вообще, дополнение. Просто, блядь, вообще топчик. Ебай, я тут в охуе был, когда Дедлов пришел с Регисом. И Ариана. Это тоже вампирша. Да, поэтому, друзья, увидимся в следующей серии. И в следующей серии, я думаю, также буду проходить основной сюжет. Поэтому, до встречи. Пока. Пока.